Военных из Северной Кореи, которые пытались сбежать с позиций, могут задействовать в штурмах против ССУ. Об этом сообщили униан источники в военной разведке. Отмечается, что около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полусотней российских оккупантов находились на позициях в лесу в Хамутовском районе Курской области. 14 октября часть северокорейцев самовольно покинули с целью поиска командования РФ. Однако уже 16 октября их задержали в Брянской области. В разведке отмечают, что все 40 военных КНДР перемещены в Курскую область для дальнейшего задействования в штурмах. В то же время РосСМИ опубликовали фото флага КНДР, который вывешен якобы возле поселка Цукурино на Покровском направлении. Официальных подтверждений нахождения северокорейских солдат на этих позициях нет. Кроме того, как сообщает Унян, Кым Чен Ин послал воевать в Украину элитное подразделение боевых рабов. По данным южнокорейской разведки, КНДР отправила в Украину полторы тысячи солдат, маскируя их под бурятов и якутов. Этих бойцов называют боевыми рабами за жесткую подготовку и преданность северокорейскому лидеру.